всем приветик значит сегодня о королевской свадьбе ну не то что мне много есть что сказать по этому поводу но у меня было несколько комментариев меня просили как-то прокомментировать королевскую свадьбу несколько человек даже сказали не собираетесь ли вы поехать на церемонию посмотреть ну смысле не на саму церемонию поехать виндзор где все будет проходить вот но это точно совершенно я не собиралась даже потому что ну во первых я уже в общем на таком сроке беременности что я выгляжу как человек яйцо еще и с коляской и любые передвижения когда на холмик надо подниматься или даже ступени они в общем как бы затруднительно даже по городу вот ну и плюс все-таки на это событие стекается очень много народу но если не сотни тысяч что десятки тысяч что точно и я в общем таких таких толп стараюсь избегать но что хочет сказать про королевскую свадьбу на самом деле действительно это было событие века и многие англичане смотрели это с попкорном дома всю трансляцию у телевизора сидели провели и отмечали может быть шутку тогда но в общем как-то это отметили многие особые фанаты поехали в виндзор и совсем уж фанаты на самом деле приезжали туда с ночи и занимали места то есть чтобы посмотреть вот как мимо проедет вот этот кортедж нужно было подобраться там было два ну два ряда ограждений нужно было подобраться поближе и для того чтобы поближе подобраться нужно было поехать с ночи туда и они в палатках там ночевали для того чтобы увидеть вот видеть поближе как вся эта процессия проедет мы с мужем если честно вообще не ну то есть мы не англичане у нас даже нет английских паспортов чтобы мы были какие-то фанаты королевской семьи ну то есть конечно мы отметили что это такое событие важное вот но мы даже не смотрели трансляцию я только вечером зашла в интернет посмотреть потому что понятно что мне как любой девочки интересную там какое было платье какое было платьишко как там все происходило вот церемония действительно была очень красивая очень интересное конечно явление что может позволить себе монархия потому что я не могу себе представить чтобы какой-то другой ситуации так много обсуждали бы например если бы дочь главы государства вышла замуж или сын женился чтобы это постель а ты открываешь инстаграм и там только свадьба там только свадьба от всех людей только свадьбы и ми-ми-ми-ми там и все такое розовое и сердечки и поцелуйчики и платье это интрига и все прикованы к телевизорам то есть только монархия может себе позволить вот так вот сугубо частное событие сделать таким в общем государственным событием которое в общем наблюдает вся страна что касается свадьбы конечно в этот день так приходила на ум периодически песня берки и сердечки даже если вам немного за 30 есть надежда выйти замуж за принца вот ну это так смех смехом но как я посмотрел здесь действительно все было очень красиво все было очень достойно все было очень интересно но еще раз я говорю что мы в общем не фанаты поэтому мы особо не следили и в общем думаю как не обсуждали это событие и не отмечали значит что обсуждалось связи со свадьбой вообще среди людей и в сети ну естественно обсуждалось платье это само собой потому что это была главная интрига и потом когда все его увидели все обсуждали хорошее нехорошее идет не идет лучше чем у кейт или хуже многие говорили хуже многие говорили лучше кроме того конечно обсуждалось бюджет это было немаловажно немаловажная тема в интернете и вообще среди людей потому что но я не знаю наверное ничего нового не скажу в общем поскольку вся эта информация это получено там не из каких-то конфиденциальных монарших источников все из того же интернета на свадьбу ушло 32 миллиона фунтов 32 миллиона фунтов на что пошли эти миллионы из 32 миллионов два миллиона ну вот пошли непосредственно на свадебные расходы то есть там торт всякие музыканты ну как обычно там до угощения для гостей и в основном все эти деньги были оплачены из бюджета королевской семьи ну то есть чарльз дал папа дал на свадьбу там значит получилось так что по моему 50 что-то тысяч пошло на торт вот да не слабый какой-то лимонный торт вот если честно по моему по примеру всех других королевских свадеб вот этот торт дорогущий они не едят прости при угощать каким-то другим там в итоге тортом а вот этот торт там по кускам как-то продается на аукционе вот и эти деньги тоже куда-то идут в общем не знаю в какой бюджет ну например на благотворительность а также 110 тысяч шла на цветы которыми украшали церковь где расписывались но и и и значит зал где шло вот это торжество церемония вот это очень много цветов но как тоже я читала впоследствии все эти цветы разобрали на букетике и разослали пациентам английских хосписов значит что еще на что еще денежки пошли 90 тысяч на музыкантов трубачей на платье невесты ушло там около 300 тысяч между прочим цена дома который можно купить великобритании вот на платье невесты по моему было оплачено из кармана невесты и в общем с одной стороны как бы вроде глупо тратить 300 тысяч на платье с другой стороны я думаю что это платье тоже потом можно спокойно продать на аукционе очень задорого и деньги тоже ну на благотворительность отправить если в общем ты хочешь быть благотворителем 10 тысяч стоили прическа и макияж невесты у меня было 10 тысяч на макияж даже не знаю что там уж но я понимаю что вероятно там самая дорогая использовалась там косметика живанши по моему там тени косметики живанши палетка там да например стоит 100 100 фунтов ну скажем там да вот но услуги визажиста ну две тысячи вот на 10 тысяч на макияж и прическу это прям вообще ну в общем повезло тому кто делал макияж и прическу вот кстати по поводу платья тоже очень интересно что все там сравнивали это платье с платьем кейт миддлтон вот но невеста вот обычно у британских все-таки невест у них традиция брать платье от британских модельеров вот а значит меган она взяла все-таки не британского модельера платья тоже такая новинка вот ну на свои наверное могла позволить одеваться от кого хочешь ну и 30 миллионов ушло на охрану 30 миллионов были взяты из кармана налогоплательщиков вот и в общем эти деньги ушли на охрану на нашей семье от тех же налогоплательщиков это много обсуждалось и обсуждалось то что с улиц виндзора были убраны все нищие там всякие бездомные и обсуждалось куда их убрали вот но я думаю что 30 миллионов это наверное деньги которые пошли не просто там на security конкретно вот этих вот bodyguards каких-то может быть как раз но все-таки англия такая страна я не думаю что бездомных вывезли там чистое поле расстреляли за углом наверняка их отправили в какие-то приюты и возможно это тоже было оплачено как раз из этих денег потому что здесь все таки есть очень серьезная система вот этих вот ночлежек как так называемых если тебе негде ночевать то тебя всегда могут принять ночлежку просто там есть определенные условия то есть ты должен быть трезвым должен прийти к определенному времени вот и по большому счету там предоставляются все условия то есть там и кормят и даже тебе выдадут зубную пасту и все-все-все как бы с одной стороны 30 миллионов очень много и некоторые возмущались говорили что то есть я плачу налоги я оплатил королевскую свадьбу но мне эти возмущения не совсем понятно потому что понятно что никто из нас настолько не богат чтобы оплатить королевскую свадьбу и ваши налоги там были просто какой-то не знаю даже ни капли не невидимой пылинкой и по поводу 30 миллионов все-таки организация такая организация масштабная свадьба была что это можно ну то эти 30 миллионов все-таки можно рассматривать как вклад потому что было выпущено столько сувениров и столько туристов приехала посмотреть на эту свадьбу что по расчетам экспертов они планируют заработать около 500 миллионов в казну на вот на этой свадьбе поэтому в общем ну 30 миллионов по сравнению с 500 это как вообще даже кажется немного даже немного вложили но вот такие вот в общем факты но что хочет сказать в сухом остатке что так-то свадьба была очень красивая не знаю я там не стала даже стревать какие-то дебаты красивые платье некрасивые невеста прекрасно принц красивый церемония прекрасная из того что я увидела все очень красиво все очень понравилось вот ну и так в общем но поженились и прекрасно прекрасная вещь вот наверное все мои комментарии сейчас покажу вам куда мы сегодня попали очень интересное место значит на третье место интересное не тем что здесь какие-то достопримечательности приехали в ипсвич но у нас тут появились новые знакомые новые новые друзья они живут в таком районе называется рейвенс вуд и этот район построен на месте аэропорта здесь раньше был военный аэропорт потом видимо он не использовался и построили новый район буквально после 2000 года смотрите здесь душица и синица такое дерево душицы я вообще такая классная первый раз вижу вот и посмотрите какие здесь домики я вообще почувствовала как будто бы я не в англии не знаю где то есть весь район выглядит так как будто это какие то ну такой знаете игрушечный городок типа декорации к фильму как например фильме как он называется то шоу трумана потому что все такое новенькое все такое одинаковое и все такое цветущее и тишина вот это так чуть-чуть прогуляюсь просто вот в общем вот так вот интересно тут потому что когда ты в англии живешь все-таки ты так привыкаешь что все дома какие-то но не то что исторические но хотя бы им сто лет должно быть хотя бы 70 вот а здесь все такое вообще прям видимо построен сразу как будто целый городок сейчас мы поедем дальше исследовать вот здесь так в общем миленько я спросила вот у кого-то кот спросила насколько здесь тихо они сказали очень тихо только вородомушники потому что видим район благополучно есть что брать вот и наши друзья сказали что один раз к ним тоже залезли воры машинка один раз тоже к ним залезли воры дальше гаража пролезть не смогли и украли все запасы в общем всяких моющих средств 20 фунтов смотрите какое дерево и такое вообще первый раз вижу извините меня у меня канал не какой-то там ботанический я все время показываю какие-то штуки красивые такие потому что меня сама не поражают резкость наведем в общем такие веточки покрытые прям все цветами вот и такая крона прекрасная как будто это какая-то япония или не знаю что